В этот день 20 октября родились Флорентий Павленков, книгоиздатель Именно он начал выпуск серии «Жизнь замечательных людей», которая была продолжена в советское время и стала неприятно популярной Георгий Старк, адмирал, организовал морскую эвакуацию Белой армии из Владивостока в октябре 1922 года В этот день 1714 года государь Петр I сдал указ, который запрещал строительство каменных домов во всей России, кроме Санкт-Петербурга Так он думал ускорить возведение новой столицы 20 октября 1970 года в СССР открыта школа-студия МХАТ 20 октября 1827 года произошло Новоринское сражение Греция еще в 15 веке была захвачена Турцией и на несколько столетий превратилась в свою провинцию Греческая борьба за независимость протянулась до самого 1829 года Причем в этом грекам немало помогли европейские страны, в том числе Россия В июле 1826 года Россия, Англия и Франция подписали договор о помощи Греции в ее борьбе против турецкого владыча А уже в следующем году произошло событие, которое в огромной степени определило будущую судьбу этой страны В истории оно обозначено как Новоринское морское сражение Место действия Новоринская бухта Янического моря Время действия 20 октября 1827 года Участники Соединенная эскадра России, Англии и Франции с одной стороны Соединенная эскадра Турции и Египта с другой Кораблями освободителей командовал вице-адмирал Эдвард Кодрингтон Эскадрой турок-египтян руководил Ибрагим Паша Надо сказать преимущество по части орудий было явно на стороне турко-египтя Более 2200 стволов против 1270 Однако выучка со стороны англичан, французов и русских взяла свое В 13 часов 20 октября союзники двумя колоннами подошли ко входу в гавань На переговоры к туркам были посланы сначала один, затем второй парламентарий И оба они оказались варварски убиты противником Тогда-то и началась четырехчасовая батария Русской частью эскадры командовал контр-адмирал Лагин Петрович Гейден Именно его корабли приняли главный удар врага И именно им удалось разгромить центр и правый фланг неприятия Командовал нашим флагманом капитан первого ранга Михаил Лазарев Тот самый первооткрыватель континента Антарктиды Знаменитый флотоводец и тут был первым Его корабль Азов сражался сразу с пятью судами и уничтожил А среди них были флагманы Тагир Паши и Мухарем Бея Важных флотоводцев Турубки Египта Был среди прочих лазаревских противников и громадный Восьмидесятипушечный линейный корабль, который наши моряки Вынудили выброситься на мир Сам же Азов получил в сражении 153 попадания снарядов И все же вышел непобежденным Кстати, сражались в этой битве на Азове другие две будущие знаменитости Корнилов и Нахил Не пройдет и 20 лет, как они станут героями другой войны, Крымской И оба погибнут, защищая город Севастоп Поразительно, но союзническая эскадра не потеряла ни одного корабля У противника же было потоплено 60 вымпелов Кроме того, турки потеряли несколько тысяч убитыми и раненными За эту битву Михаил Лазарев будет награжден сразу тремя высшими наградами Греции, Англии и Франции Кроме того, 39-летнему капитану присвоят звание контр-адмирал А его Азов, первым из русских кораблей, получит право поднимать кормовой георгиевский флаг Новоринское сражение имело большое значение для России в ее будущей войне с Турцией 1828-1829 годов Оно крайне ослабило военно-морские силы противника И, конечно, оно сыграло ключевую роль в борьбе греков за свою страну Два года спустя христианская Греция получит автономную К слову, первым из президентов нового государства станет Иоанн Капагистрия Который служил русскому трону и был даже министром иностранных дел Российской империи Так что свобода Греции делалась и руками нашей страны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok